Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Пёс и Хом, и сегодня будет видео под названием «Что нужно для хорька?». Итак, первое, что нужно для хорька, это, конечно же, корм. Я использую корм для хорьков, вот написано, от фирмы Padawan, Third Food. Корм для хорьков. Стоил он 515 рублей. Кому интересно, можете сейчас почитать состав. Вот. И 750 граммов. 750 грамм. Мой хорек примерно седает в ней за 25, где-то так. Корм хороший, мне нравится. Вот так вот. Сейчас. Это такие гранулки. Хороший корм. Следующее, это рулетка и шлейка. Если вы планируете гулять с хорьком, а я гуляю с хорьком, эти вещи вам необходимы. Первое. Есть два вида шлейка. Это энга, вот, как эта шлейка, вот, видите, написано, энга. Она, на самом деле, больше подходит для хорьков-мальчиков, потому что хорьки-мальчики чуть побольше, и им сложнее выбраться из этой шлейки. А вот маленьким девочкам иногда получается выбираться из этой шлейки, и мой хорек, она девочка, и ей тоже иногда удавалось выбираться из этой шлейки, выбраться. И мы вот немножко укоротили. Сейчас стало нормально. Дальше это рулетка. Рулетка обычная на 3 метра, если не ошибаюсь, от фирмы Триол. Нормальная шлейка, покупали мы ее тоже в зоомагазине, по-моему, цену не помню. Обычная шлейка для маленьких собак, подходит для хорьков. Еще у меня раньше был вот такой поводок. Он тоже неплохой, но просто он короткий, он, по-моему, метр или даже меньше. Поэтому я решил купить рулетку. В принципе, разницы большой нет. Следующее это шампунь для хорьков. Честно скажу, от хорьков пахнет иногда достаточно сильно. И если просто купать хорька без шампуня, то запах остается и даже может быть иногда сильнее, чем был до купания. Но если покупать с шампунем, то запах на пару часов или даже может быть на целый день исчезает. Но хорьков в шампуне можно купать только раз в месяц. Этот шампунь называется Шустрик, зоо шампунь для хорьков. Он именно предназначен для хорьков. Стоимость его, как вы видите, 171 рубль. Шампунь хороший, что могу сказать, хорошо пенится, приятный запах. Далее, как мне кажется, это обязательная покупка для хорька, это переноска. У меня переноска в виде вот такой сумки-рюкзака. Вот здесь открывается верх, здесь открывается вот здесь середина и низ тоже открывается. Здесь есть такой небольшой карманчик обычный, я туда рулетку шлейкой ставлю. И, ну, что могу сказать, переноска хорошая, хорошо выдерживает, скажем так, хорька, потому что иногда хорюк не хочет сидеть в переноске, а это надо. И он пытается оттуда вырваться, всячески пытается порвать, укусить и разорвать. Переноска стойко держится уже ей почти полгода. Здесь, конечно, немного порвалось, но мы зашили. А, в принципе, хорошая переноска. Все, больше нечего сказать. Далее, это не обязательная, конечно, покупка, но мы купили. Это обычные пеленки. Вот, можете посмотреть, и тут было 5 штук, 5 осталось 4. Иногда нужны, когда куда-то уезжаем, берем с собой хорька, он сидит в переноске. И вот иногда пеленки нужны. Обычные пеленки, 5 штук, по-моему, для детей они продавали, да, вот детские. Ну, и для животных вполне подходит. Далее, это обычная детская лопатка, чтобы, когда дети играют в песочнице. А я ее использую как лопаточку для лотка. В лотке у меня лежит наполнитель, и этой лопаточкой я убираю и сыплю новый наполнитель. Далее, это одежда для хорька. Это тоже не обязательная вещь, но... Вот я сделал. Мы ее не покупали, я ее, как видно, сам делал. Я вам честно скажу, носит хорек эту одежду очень редко. Там, раз, не знаю, раза два в месяц, и то не всегда. Но иногда хочется порадовать глаз, надеваешь на хорька, он там бегает минуты две, пока не снимет, и красиво выглядит. Не мешают, нормально, я их сам делал, как видно. Иногда радует глаз. Далее, это тарелка, она стеклянная. Это обычная тарелка, которую я взял у нас в кухне. Она мне нужна для того, чтобы, когда я даю хорьку перепелиные яйца, не всегда получается в ее керамическую тарелку их положить, потому что там еще и сухой корм, потом это все смешивается, превращается в кашу, в какую-то массу, и хорек это не ест. Поэтому у меня есть отдельная тарелка для перепелиных яиц, я туда их разбиваю, и хорек с удовольствием ест. Это такая зубная щетка, она используется только для хорька, и нужна мне для того, чтобы прочищать паилку, потому что пальцем туда, то есть не попасть, горлышко узкое, а зубочисткой, зубной щеткой хорошо чистится. Далее, короткий обзор, что в клетке у моего хорька. Это паилка, обычная шариковая паилка, маленькая подушечка, на которой мой хорек очень любит лежать, отдыхать. Она спит. Это гамачок, который мы тоже сами делали из полотенца. Мы пытались, мы хотели купить из зоомагазина, но город у нас небольшой, маленький город. Зоомагазинов немного, и гамачков не было. Был только один, и он нам не очень понравился, там не было внутреннего кармашка, и мы решили делать сами. Так как сейчас зима, я посетила на низ клетки вот такой маленький коврик, просто обычный маленький коврик. Несмотря на то, что в комнате у нас тепло, у нас отопление уже давно включили, но хорьку нравится. Вот такая небольшой декор, это игрушечка. В принципе, никак не нужна хорьку. Это угловой лоток для хорька, она туда ходит в туалет, там лежит наполнитель. И все. На самом деле, эта клетка, то есть, она нормальная, но все-таки она, мне кажется, немножко маловато для хорька. Поэтому в ближайшем будущем я планирую купить клетку побольше. Ну все, ребята, на этом буду заканчивать. Это были все вещи моего хорька. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!